А вот в виртуальном мире жара и накал страстей. На этой неделе было сразу несколько постов, которые собирали тысячи просмотров, сотни комментариев и лайков. Одна из историй просочилась даже на федеральные каналы. А в соцсетях вызвало такую бурю эмоций, что дошло до оскорблений. Мы попытались выяснить, почему в интернете жажда крови так сильна. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы предотвратить такое обращение к инвалидам и к старичкам, которые, в отличие от меня, за себя постоять не могут. А история, которую подхватили паблики в социальных сетях и СМИ, даже федеральная такова. В общественном транспорте Виктория Стаценко всегда показывала кондуктору свое удостоверение, которое подтверждает инвалидность первой группы. Обычно для бортпроводницы этого было достаточно, чтобы провести Викторию бесплатно. Однако не в этот раз. Кондуктор пятого маршрута потребовала социальный проездной. У Виктории Стаценко его не оказалось. После долгих объяснений она вышла на следующие остановки. Как безбилетница. Есть и другая правда. На остановке ко мне сели семь бабушек. Пятеро предъявили свои проездные. А у двоих не было. Одна забыла дома свой проездной. Я ей сказала оплатить проезд, она оплатила. Когда очередь дошла до той, которая с костылями, она показала просто пенсионное удостоверение. Они у нас не действуют, только социальный проезд. Я ей тоже сказала, как и первой бабушке, оплатить проезд. Я ее не выгоняла, она сама встала на выход. За нее даже заплатили. А она пошла. Так получилось, что СМИ и паблики не стали разбираться в истории, а подхватили негатив, заведомо обреченный на громкий успех. Число комментариев составило несколько сотен. Мухами во всемирной паутине стали как инвалид Виктория Стаценко, так и кондуктор Елена Барабанова. Обе женщины пытались объяснить свои мотивы разбушевавшейся интернет-толпе. Но ей, почуявший запах крови, не это, видимо, было нужно. Такое понятие, как моббинг, это когда травля человека. Сообщество некое начинает против одного человека и просто не понимает, насколько это колоссальное давление на психику. Человек в принципе происходит. Поэтому я бы, конечно, призывала бы всех аккуратнее с высказыванием. Давайте хотя бы в социальных сетях тоже некоторую культуру общения сохранять. Психотерапевт Роза Баталова уверяет, что сейчас социальные сети стали местом, куда человек может выплеснуть всю агрессию, которая накопилась в жизни. В этом причина того огромного количества негатива, который хранится во всемирной сети. А ведь с помощью интернета можно и нужно творить добро. Собирать деньги на лечение людей, находить хозяев для беспризорных животных, организовывать городские мероприятия. Чем меньше будет агрессии в виртуальном пространстве, тем добрее будет мир реальный. Анна Шуркевич, Владимир Дадыка, Виктор Сивков. Специально для программы «Больше чем новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова